Морозы в Карсе и Ордогане Морозы вызвали аварии в ряде регионов Западной Армении, включая Карс и Ардоган. Число несчастных случаев увеличилось в Карсе из-за дорожных морозов. Сложные погодные условия также вызвали проблемы в Ардогане. В последние дни также произошло увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. Зима в Западной Армении началась раньше обычного, а снегопады вызывают разные трудности для жителей. Глава Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана на встрече в Милане договорились продолжить контакты, сохраняя сформировавшуюся динамику. Как сообщает пресс-служба МИД Армении, исполняющая обязанности главы МИД Армении Зограб Манацаканян, на полях СМИД ОБСЕ в Милане 5 декабря провел встречу с главой Министерства иностранных дел Азербайджана Эльмаром Амедиаровым. Встреча министров предшествовала встреча Зограба Манацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым РФ, Стефаном Висконти, Франция, Эндрю Шеффером США и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспаршико. Третья по счету встреча глав внешнеполитических ведомства Армении и Азербайджана была нацелена на недетальное ознакомление позиций и подходов сторон. Состоялся полезный обмен мнениями. Зограб Манацаканян и Эльмар Мамедиаров договорились продолжить встречу, сохраняя сформировавшуюся динамику. 3 декабря в селе Пакаджи в Ахете был застрелен Хажак Торосян 1985 года рождения. Министерство внутренних дел Грузии арестовало Галуста Макарчана 1986 года рождения, который признался в преступлении. По сообщении МВД Грузии убийство совершено на почве мести. В ночь на 4 декабря жители деревни, особенно родственники умершего, сожгли два дома и четыре машины Галуста Макарчана в знак мести. Семья Галуста Макарчана после инцидента покинула село и их местоположение неизвестно. Ведется расследование по делу. Уголовное дело было возбуждено в соответствии со статьей 108 Уголовного кодекса Грузии «Умышленное убийство», которое наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет. В британском парламенте по инициативе секретариата Олеви вспоминали 40-ю годовщину массовых убийств в Амараши. На церемонии памяти присутствовали президент секретариата Олеви Джон Райан, депутат Зейн Озен, депутат Али Остунче, президент Федерации Олеви в Великобритании Исра Фил, Эрбиль, Перлер Али Дерек, Мехмед Шахин, Мустафа Мерсер, Мехмед Юксель, свидетели резни и другие приглашенные гости. Во время церемонии поминовения Пир Али Дерек отметил, что единственной виной народа Олеви является любовь к людям. Единственная вина Олеви заключается в том, что мы не придаем важность миру, не разделяем мужчин и женщин. Вот почему на нас оказали давление, сказал он. Пир Али Дерек также отметил, что Доризни и Мараш был очень важным городом. В Великобритании президент Федерации Олеви Исра Фил, Эрбиль, в свою очередь отметил, что массовое убийство было виной государства, и государство должно признать этот факт. Очевидцы массового убийства поделились своими воспоминаниями и рассказали о пережитых пытках и страданиях. Стартовали двухдневные переговоры по политическому регулированию в Западной Сахаре под эгидой Организации Объединенных Наций. В консультациях принимают участие представители фронта Палисарио и Марокко, а также Алжира и Мавритании в качестве стран-наблюдателей, граничащих с Западной Сахарой. Делегацию Марокко на переговорах возглавляет министр иностранных дел и международного сотрудничества Нассер Бурита. В западно-сахарскую делегацию член национального секретаря фронта Палисарио, председатель парламента Западной Сахары Хатри Аддух. Как передает Сахара Пресс-сервис, со ссылкой на источник, близкий к делегации Палисарио в Западной Сахаре, рассматривают начавшиеся предварительные консультации как возможность выработать план действий, который приведет к официальным и серьезным переговорам. Успех этого процесса будет зависеть от желания Марокко обсуждать вопросы с добровольной готовностью к диалогу и взаимопониманию, к чему стремится и Палисарио до тех пор, пока соблюдается право народа Западной Сахары на самоопределение и независимость, отметил собеседник агентства. Ожидается выступление с докладом специального посланника генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорст Келлера. Сам генсек ООН Антонио Гутереш приветствовал решение всех сторон принять участие во встрече в Женеве и призвал добросовестно, без предусловий и с конструктивным духом участвовать в переговорах. Сахарская Арабская Демократическая Республика располагается на северо-западном побережье Северной Африки, где граничит с Марокко, Мавританией и Алжиром. В 1970-х годах закончилось колониальное правление Испании в регионе, после чего началась война между Марокко и фронтом Палисарио, движением за освобождение Западной Сахары. В 1979 году ООН признала фронт Палисарио легитимным представителем народа Западной Сахары. В 1991 году было заключено соглашение о прекращении огня между правительством Западной Сахары и Марокко, которое положило конец вооруженному конфликту. С тех пор и по сегодняшний день в спорном крае действует миссия ООН по организации референдума в Западной Сахаре, которая наблюдается за режимом прекращения огня. На протяжении более чем двух десятилетий странами Бессу спешно предпринимаются попытки организовать референдум, на котором народ Западной Сахары сможет сделать окончательный выбор между независимостью и вхождением в состав Марокко. В Сирии отсутствует деятельность по производству отравляющих веществ. Об этом говорится в докладе ОЗХО. Эксперты Организации по запрещению химоружия провели третий раунд смотра подземных сооружений в Сирии. Они подтвердили, что на пяти объектах по-прежнему не ведется деятельность, с которой запрещена Конвенция о химическом оружии, сообщается в документе. В ООН заявили, что в состоянии установленных внутренних и внешних бетонных заглушек говорится об отсутствии несанкционированного посягательства на объекты. Кроме того, эксперты ОСХО не обнаружили посягательств на систему дистанционного слежения, которая установлена для наблюдения за заглушками на объектах. Напомним, 24 ноября исламисты обстреляли мирные кварталы провинции Алеппо снарядами, заряженными отравляющими веществом. В результате атаки пострадали больше 100 человек, среди них 8 детей. Согласно программе восстановления и сохранения памятников, государственный бюджет 2019 года составит 120 миллионов драмов против 100 миллионов драмов в 2018 году. По словам корреспондента Арцах Пресс, об этом заявил министр культуры по делам молодежи и туризма Лерни Куганесян, добавив, что в 2019 году большое внимание будет уделено сохранению памятников. Будут возобновлены работы по сертификации памятников, мониторингу и созданию зон консервации. Раскопки и геолого-разведочные работы также будут продолжены в древнем городе Тигранакерт. В 2019 году будут продолжены работы по восстановлению благоустройства и проектированию памятников, добавил Лерни Куганесян. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Карин Шорур. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Карин Шорур. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль Карин Шорур. Оставайтесь с миром!